Красноярских предпринимателей послали в парк промышленный. Это одна из моделей производства. В чем ее суть и каковы ее перспективы? Расскажем в сюжете далее. Это еще не промышленный парк, но уже действующий прототип. Раньше цеха принадлежали СИБ электростали. Новый собственник сдает их в аренду. Смысл в том, чтобы на одной территории собрать независимые предприятия, объединенные одной сферой деятельности. По мнению главы города, будущее красноярского производства именно за такой моделью. Самое главное преимущество этих площадок, то что здесь есть инфраструктура. Есть железная дорога, есть теплоэлектроснабжение, водоснабжение. И это самое главное при создании новых производств. Поэтому мы ни в коем случае не можем потерять эту инфраструктуру. Мы должны ее сохранить и на базе этой инфраструктуры создать новое производство. То, что в Красноярске производственные парки будут, вопрос бесспорный. Вот только о сроках пока говорить рано. Но к площадям неработающих и предприятий банкротов уже присматриваются. На примете завод резиновых изделий, химиталургический, кроссфарма и, вполне возможно, септежмашки. Их собственникам город готов помочь инвестировать в инфраструктуру, пойти на снижение земельного налога или арендные платы на землю и другие льготы. Это взаимовыгодное партнерство. Мы даем городу дополнительные рабочие места. На сегодняшний момент на площадке промышленного парка в сумме по всем нашим арендаторам работает 711 человек. Надеемся, что мы поможем городу в организации новых промышленных производств. Потому что одна из самых основных больших статей затрат при организации новых производств – это все-таки недвижимость и все, что с ней связано. По мнению специалистов, концепция промышленных парков себя оправдала. Ведь внутри такого комплекса можно найти и поставщиков, и клиентов. Артем Артышов, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.